В прошлом году жители Улан-Удэ обманули более чем на 12 миллионов. Эти деньги ушли в карман тепловиков. Если быть точнее, в бюджет монополиста ТГК-14. Теплогенерирующая компания получила предписание по 71 дому. Сейчас их рассматривают в арбитражном суде. Мы уже проверили 76 многоквартирных домов по городу, так как у нас и заявительный характер. Ну, и перерасчет делается именно тем, кто обращается только по заявлению. Я не могу на сегодняшний день сказать точную сумму до начисления именно тех жителей, которые не обратились в контрольно-надзорные органы. Выяснилось, что дополнительные потери списывали из-за неправильной установки общедомовых счетчиков. Проблему с приборами ТГК-14 решил списать на полотенцесушители, мол, все потери из-за них. Обман и маневр тепловиков не прошел. Игры с начислениями стали достоянием общественности. По нашим предварительным почетам, там обсчет идет где-то до полумиллиарда. То здесь в прокуратуре Республики Бурятия нужно обязательно вмешаться. Их позиция такова, что они считают, что они правильно делают, что там, вопреки здравому смыслу, берут начисление своей потери, то есть, как говорят, обогрев через полотенцесушитель даже летом. При этом нарушать закон для тепловиков невероятно выгодно. Наказывают их всего лишь мизерными штрафами. Сумма взысканий около 50 тысяч, да и то по выявленным случаям. В итоге обсчитывать можно миллионами, а все штрафы вряд ли достигнут и третьи от этой суммы. Меж тем, ТГК зачастую поставляет не самые качественные услуги. Подтверждение тому не только регулярные аварии. В отношении территориальной генерирующей компании номер 14 дважды устанавливались факты несоответствия качества горячей воды в поселке Аэропорт города Улан-Удэ с санитарным требнием по санитарно-химическим показателям. За выявленное нарушение юридическое лицо привлечено дважды к административной ответственности в виде штрафа. Забавно в этой истории и то, что тепловики умудрились не только обсчитать, но и задолжать. Впрочем, здесь отличились не только ТГК, но и водопроводчики. Угрозу начала и прохождения отопительного сезона каждый год представляет задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства перед электроэнергетиками. Объем этой задолженности по состоянию на 1 января составил более 900 миллионов рублей. По словам прокуроров, энергетики в этих условиях шантажируют коммунальщиков. Например, из-за долгов по свету могут отключить целую котельную и спокойно оставить без тепла жителей Бурятии. Такие нарушения зафиксированы в Заиграевском и Муйском районах. Что уж говорить о сверхначислениях по электроэнергии. К примеру, проведенным прокурором советского района проверкой установлено, что Читай-энергосбыт завышала размеры платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды жильцам многоквартирного дома по улице Воровского, города Улан-Удэ. Размер оплаты определялся из-за вышенных сведений о площади общего имущества и необоснованно применялся повышающий коэффициент. За последние несколько лет прокуроры постоянно находят новые нарушения у энергетиков как в Улан-Удэ, так и в районах республики. Так что гарантировать, что в эту секунду вас не обсчитывают за киловатты и кубометры, не может никто. Буда Мунхойф, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.